если вы любите баклажаны так как мы их любим то обязательно досмотрите это видео до конца потому что в течение ближайших 10 минут мы поделимся с вами аж двумя рецептами безумно вкусных салатиков из жареных баклажан и главная фишка в том что они очень и очень простые приготовления и так всем привет валико привет привет с вами эристами family авансом лайкаем видео подписываемся и начинаем как приятно работать с сезонными овощами посмотрите баклажаны какие красивые изящные тоненькие не то что эти как дирижабли огромные джабаханы у нас это называлось первое что нам с вами нужно сделать это почистить нарезать баклажаны и мы их будем пересыпать солью я подробно об этом рассказывала в рецепте ажи сандалии если кто не смотрел посмотрите обязательно и еще хотела сказать что подробный рецепт как всегда будет в описании под видео чищу я баклажаны вот так вот зеброй через раз оставляем немножко кожуры и в любом случае нарезать будем не слишком тонко иначе при жарке они будут как тряпочки ну сколько здесь приблизительно 8 миллиметров я так предполагаю нарезаем укладываем сухую мисочку и обязательно пересыпаем солью дальше опять пойдет слой баклажан слой соли мы все баклажаны почистим нарежем поставим под пресс для того чтобы они выделили сок они должны полежать так под прессом где-то ну 20-25 минут если у вас есть побольше времени можно полчаса их оставить для чего для того чтобы они выделили горечь после этого мы их промоем отожмем и начнем жарить для чего мы их отжимаем промываем и вот это вот как бы все проделываем во-первых как я уже сказала для того чтобы горечь выделилась вот с этим соком и во вторых они меньше масло будут себя впитывать при жарке потому что если их вот в таком виде жарить просто нарезать и кинуть на сковородку много очень масло они в себя впитывают теперь ставим все это под пресс и оставляем на энное количество времени у кого сколько есть минимум минут двадцать и пока баклажаны у нас будут стоять и выделять сок я расскажу про ингредиенты которые нам с вами понадобятся первое это растительное масло для жарки баклажан и ингредиенты значит для первого салатик это из овощей и зелени это помидорки лучок лучше брать красный лук сладкий болгарский перчик для любителей острого мы берем перчик острый можно зеленый можно красный без разницы и зелени это сельдерей кинза петрушка и фиолетовый базилик он же рыган кто как его называет дальше нам понадобится немножечко бальзамического уксуса чесночок и хмели сунели для салатика номер два нам с вами понадобится опять же чесночок но теперь уже уцхо сунели и немножечко майонеза кто-то кладет сметану кто-то кладет даже мацони но мне с майонезом нравится больше он такой нежность придает этому салатику в принципе наверное все рассказала по ингредиентам теперь ждем когда баклажаны у нас настояться и начнем их отжимать смотрите сколько жидкости выделилась из баклажан прямо вот темный такой сейчас мы перемещаемся к раковине будем промывать и отжимать баклажаны теперь промываем под проточной водой и хорошенечко отжимаем но при этом форму стараемся сохранять прогреваем масло и начинаем выкладывать баклажаны во время жарки баклажан я вам не советую отвлекаться на какие-то параллельные дела потому что им нельзя дать пережариться они могут начать горчить поэтому лучше внимательно следить даем баклажанчиком остыть до комфортной температуры и теперь нам их надо будет нарезать нарезаем на самом деле не очень мелко мне нравится вот так вот прямо полосками нарезала и баклажаны для обоих салатиков один пока откладываем одну мисочку и начинаем с того что добавляем салат помидор серединку как всегда нарезаем и нарезаем кубиками не очень крупными дальше пойдет болгарский перчик перчик делим на четыре части и нарезаем вот такими тоненькими четверть кольцами сразу же острый перчик я нарежу если кто-то острое не любит вы в принципе можете этот ингредиент не класть дальше лучок тоже стараемся резать очень тоненько лучок немного вот так по как это называется пожмакаем как я посыпаем дальше у нас пойдет сельдерей пошел теперь зелень начнем наверное с базилика у базилика стараемся срезать грубые стебли и нарезать только мягкие листочки и стебель в том месте где он уже становится достаточно таким мягким потому что вот в начале как правило стебельки у него грубые и и теперь кинза и петрушка нам осталось красота какая получилась разноцветия разнотравье чесночок чесночок кому как нравится можно нарезать можно выдавить кто как любит теперь хмели-сунели смотрите хмели-сунели и уцхо-сунели они даже по цвету видите отличаются я уже не говорю про то что у них в принципе и аромат то собственно разный сюда хмели-сунели сыпем и совсем немножечко бальзамического уксуса все теперь нам осталось это все хорошенечко перемешать и наш супер супер витаминный наивкуснейший салат готов я еще хотела сказать по поводу соли обязательно надо попробовать потому что баклажаны они в любом случае остались солеными после того как мы их в соли держали какое-то время потом поэтому солить очень осторожненько обязательно пробовать салат номер раз готов мы его отставляем пусть он пропитывается и занимаемся вторым сюда добавляем сразу чесночок теперь добавляем кинзу в этот салат идет только кинза добавляем сюда уцхо-сунели придаем этому делу немножечко такой ореховый приятный очень аромат и теперь по вкусу добавляем майонез я кладу майонез кто как любит я говорю можно сметанку положить можно положить мазоне кому что больше понравится хорошенечко это все перемешиваем у нас получилось два салатика абсолютно разных по вкусу но оба безумно вкусных я вам советую приготовить оба и определиться какой вам больше нравится на этом на сегодня все берегите себя всем пока пока